Это программа «Оперативная съемка». Здравствуйте! И сразу главные новости. В квартире замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией найдены 9 миллиардов рублей. В МВД России подтвердили данный факт. По информации издания «Коммерсант» Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трем статьям. Злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Сам Захарченко на судебном заседании заявил о том, что не знает, откуда взялись найденные в квартире оформленные на его родственника деньги. В этом еще предстоит разобраться следствию. О других новостях далее в дайджесте. 12 сентября. Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП в районе поселка Соловей-Ключ. Со слов участника аварии, водителю грузовика, он ехал из поселка в сторону федеральной трассы. Водитель Тойота Карина с тремя пассажирами двигался в обратном направлении. В какой-то момент рулевой Карины потерял управление и выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с грузовиком. Смертельные травмы получила пассажирка иномарки, ехавшая на переднем сидении. Двое других участников аварии вместе с водителем были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. По предварительным данным, рулевой легковушки и вся его компания находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту произошедшего компетентные органы проводят проверку. 12 сентября. В аварии на аэропортовской трассе погиб пассажир такси. Иномарка двигалась в Кневичи по левой полосе. В какой-то момент таксист решил совершить обгон, но не заметил грузовик ЗИЛ. В итоге манёвр привёл к трагедии. На полном ходу Приус врезался в задний мост большегруза. Основная сила удара пришлась на пассажирскую сторону машины. В результате клиент погиб на месте. Водитель такси отделался ушибами. 13 сентября в Приморье вынесен приговор членам преступной группы за серию автокраш и разбойных нападений. Несколько лет угонщики охотились на автомобили премиум-класса. Подыскивали подходящие модели в основном в Находке и во Владивостоке. В итоге доказана их причастность к 23 эпизодам преступной деятельности. Причинённый потерпевшим ущерб превысил 8 миллионов рублей. Лидеру организованной преступной группы суд назначил 14 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет в колонии строгого режима. 15 сентября в интернете появилось видео сгоревшей гуманитарной помощи. Немного ранее была информация о том, что на одной свалок вблизи села Уборка лежат вещи, медикаменты и продукты. Но, видимо, случайным образом некто всё сжёг. 16 сентября во Владивостоке вынесен приговор члену организованной преступной группы «Чёрных риэлторов». Организованная преступная группа существовала с октября 2013 года. Члены группы подыскивали проблемное жильё. Это квартиры, имеющие несколько собственников. Выкупали долю в квартире и создавали другим собственникам невыносимые условия для проживания. Они оказывали на них физическое или психологическое давление и принуждали совершать сделку по купле-продаже оставшихся долей на объект недвижимости. Впоследствии квартиру реализовывали. В ходе следствия доказана причастность фигуранту уголовных дел к шести эпизодам противоправной деятельности. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Важную роль в жизни каждого человека играет образование. Именно оно позволяет передавать из поколения в поколение накопленный опыт, знания и умения. Поэтому у каждого ребёнка есть право на образование. И чтобы его никто не нарушил, каждый родитель должен знать, что по закону положено ребёнку. Об этом мы поговорим со старшим помощником прокурора Приморского края Екатериной Ольховской. Екатерина Саниславовна, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите, не так давно начался новый учебный год. Все ли школы нашего города были приняты приёмными комиссиями? Да, в городе Владивостоке все школы приняты соответствующими приёмными комиссиями к новому учебному году. С 1 сентября там начался образовательный процесс. Более того, во всём Приморском крае все предъявленные к приёмке школы также были приняты. На сегодняшний день некоторые проблемы остаются с рядом школ, которые находятся на затопленных территориях, как вы понимаете, в связи с прошедшим тайфуном. Но проблемы эти оперативно решаются органами власти. Прокуратура в свою очередь контролирует этот процесс. И в ближайшее время, мы надеемся, и там начнётся образовательный процесс. Из года в год у родителей возникают вопросы, связанные с обеспеченностью учебниками. Мы все знаем, что по идее они должны предоставляться бесплатно. Но всё же, что делать и как быть с учебными пособиями? Ведь сейчас в школах используется очень много, допустим, всяких разных рабочих тетрадей. Да, вы правы. В соответствии с Конституцией детям гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, общего и среднего профессионального образования. Соответственно, обязанность обеспечить детей учебниками и учебными пособиями является расходным обязательством органов государственной власти субъекта. То есть это расходное обязательство Приморского края в нашем случае. А конкретно обеспечить уже должны школы детей учебниками. То же самое относится к учебным пособиям, в числе которых есть и рабочие тетради, если их использование предусмотрено образовательной программой. Поэтому они тоже должны предоставляться бесплатно. Может, не совсем актуально, ввиду того, что учебный год уже идёт. Но расскажите много о том, как отдать ребёнка в первый класс. Что для этого нужно сделать? Ну, допустим, эта информация для родителей будущих уже первоклассников. Во-первых, сразу скажу, что порядок приёма детей в образовательные организации, он утверждён Министерством образования и науки Российской Федерации. А правила приёма уже в конкретную образовательную организацию устанавливаются этой образовательной организацией в той части, в которой не урегулировано законодательство об образовании. Сразу оговорюсь, что принимать в общеобразовательные организации, соответственно, в школы, можно детей, которые достигли возраста 6 лет, 6 месяцев. То есть именно с этого возраста можно детей принимать в школу, если при этом у детей нет медицинских противопоказаний. Максимальный возраст, с которого ребёнок должен пойти в школу, это 8 лет. То есть до 8 лет все детишки, по идее, должны быть устроены в общеобразовательной организации. Ну и в первую очередь, наверное, родителям необходимо определиться с той школой, в которую они хотят отдать своего ребёнка. И затем уже обратиться в образовательную организацию с личным заявлением. При предоставлении заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность родителей. На сегодняшний день законодательством предусмотрена возможность направления заявлений через интернет. Однако это является правом образовательных организаций, а не их обязанностью. Поэтому воспользоваться таким механизмом направления заявления можно в отношении не каждой школы. В заявлении родители указывают фамилию, имя, отчество ребёнка, дату и место его рождения, свои фамилии, имя, отчество, место проживания как родителей, так и ребёнка и контактные данные. Каждая школа закреплена за определённой территорией, поэтому те родители, которые отдают ребёнка в школу, относящуюся к их территории, они также дополнительно предоставляют свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания, чтобы удостоверить факт того, что ребёнок проживает на той территории, к которой привязана конкретная школа. Что касается закреплённых школ, как попасть в ту школу, в которую ты хочешь отдать своего ребёнка, допустим, если закреплённая школа по каким-то причинам не устраивает? По законодательству образовательная организация должна обеспечить приём в школу тех детей, которые проживают на закреплённой территории. Иными словами, преимущественное право на приём в школу, на зачисление в школу имеют те дети, которые проживают на территории, в которой закреплена конкретно образовательная организация. Но родители могут отправить своих детей также в школу, которая не находится на закреплённой территории, но только в том случае, если в этой школе есть свободные места. То есть сначала школа должна принять всех детей со своей территории, если места остаются, она может принять детей, ну, так скажем, с чужих других территорий. Каковы сроки приёма заявлений в первый класс и когда нужно начинать заниматься этим вопросом? Начинают приём заявлений в первый класс общеобразовательной организации не позднее 1 февраля и заканчивают приём 30 июня. Это относится к приёму тех детей, которые проживают как раз на закреплённой территории. С 1 июля начинается приём тех детей, которые проживают не на закреплённой территории. И такой приём продолжается максимум до 5 сентября. То есть после 5 сентября детей в школу уже не примут. Учебный год уже, соответственно, к этому времени начнётся. И зачисление в школу оформляется распорядительным актом образовательной организации и должен быть издан такой акт не позднее 7 рабочих дней, с того момента, как родители обратились с заявлением в школу, приложили все необходимые документы. И ещё один вопрос, связанный с приёмом детей в образовательной организации, это наличие прививок. Примут ли в школу ребёнка, если у него, например, отсутствует проба МОНТУ? Это вопрос действительно животрепещущий. Нам достаточно часто поступают такие обращения. Дело в том, что законодательством на образовательной организации возложена обязанность обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся, а также создать условия, при которых бы соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормативы и правила. Что касается конкретно пробы МОНТУ, то есть санитарно-эпидемиологические правила профилактики туберкулёза, которые обязаны соблюдать все физические и юридические лица. То есть, с одной стороны, организация обязана предоставить возможность ребёнку реализовать его право на образование, а с другой стороны, она должна обеспечить безопасность других детей. Есть санитарно-эпидемиологические правила профилактики туберкулёза, которые являются обязательными для всех физических и юридических лиц. Так вот, по этим правилам, тем детям, у которых не проводилась туберкулинодиагностика, то есть постановка пробы МОНТУ, такая прививка должна проводиться два раза в год. Не проводиться она могла либо по причине медицинского отвода, либо по отказу родителей. И такая прививка должна осуществляться ребёнка вплоть до того, когда ему будет произведена вакцинация соответствующая. Но если ребёнка не привили, образовательная организация всё равно должна принять такого ребёнка в школу при наличии у него документа медицинского, подтверждающего отсутствие заболевания. То есть здесь речь идёт как раз о балансе интересов самого ребёнка, права его на образование и безопасности детей, которые привиты, но будут находиться с ним в одном коллективе. Поэтому врач должен другим образом, не связанным с прививкой, установить отсутствие заболевания. И если такой факт будет установлен, ребёнка обязаны принять в школу. Сейчас, может быть, повторюсь, мы этот вопрос уже обсуждали немного ранее в нашей студии. Но всё-таки ещё раз для наших телезрителей напомните, какой порядок взимания денежных средств с родителей, за что нужно платить, а от чего можно отказаться? Ну, что касается законности взимания с родителей денежных средств, с родителей тех детей, которые обучаются в образовательных организациях, государственных или муниципальных, соответственно, то, как я уже говорила, Конституцией у нас гарантирована общая доступность и бесплатность образования в государственных и муниципальных организациях. Законодательством об образовании, федеральным законом об образовании в Российской Федерации предусмотрена обязанность родителей вносить плату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Это единственная плата, которая является законной. Под присмотром и уходом понимается комплекс мер по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. Все остальное должно предоставляться образовательной организации. Соответственно, никаких сборов на ремонт, на содержание образовательной организации, на охрану образовательной организации не должны осуществляться за счет родителей, за счет денежных средств родителей. Если родители самостоятельно желают, приняли такое решение, как-то улучшить условия пребывания там своих детей, они вправе сделать добровольные пожертвования, но здесь должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, это должно быть их личное волеизъявление, они сами должны определять, какую сумму и на какие цели они готовы предоставить. Может быть, это будут вообще не деньги, а какое-то конкретное имущество, которое они жертвуют учреждению, школе или детскому саду, для того, чтобы их ребенок пользовался таким имуществом. Порядок добровольных пожертвований, он также установлен, не допускается передача наличных денежных средств, образовательная организация открывает специальный счет, на который родители вправе перечислить деньги. То есть все объявления родителей сдаем на окна, парты, учебники, ручки, карандаши, туалетную бумагу, воду, это все незаконно, то есть родители вправе отказаться от платы за такие услуги, которые им должны предоставляться на безвозмездной основе, должна предоставлять образовательная организация. В случае, если права ребенка на образование по причине не сдачи родителями денег будут ограничены, за это предусмотрена ответственность, и в целом за незаконные поборы с родителей предусмотрена ответственность и административная, и даже уголовная. А были ли уже зафиксированы случаи незаконного сбора средств? Такие случаи были зафиксированы на территории нашего края, и по каждому такому случаю нами принимается комплекс мер прокурорского реагирования, это и привлечение к административной ответственности, и внесение представлений об устранении нарушений закона, и даже если действия содержат признаки состава преступления, мы направляем материалы в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Екатерина Станиславовна, спасибо. Спасибо вам. А я напомню, сегодня мы говорили о правах детей на образование со старшим помощником прокурора Приморского края Екатериной Ольховской. На этом все. До встречи на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин